Здравствуйте! Всем субборья! Здравствуйте! Здравствуйте! Саша, пожалуйста! Так, не связывай, спасибо. Краевой избирком 10 утра. Первым полный пакет документов для регистрации сдаёт в Рио губернатора Виктор Томенко. Он сдал в комиссию 560 подписей депутатов и главпоселений. Это даже на 26 больше, чем требуется. Это не только как кредит доверия, но расцениваю это уже как поддержку тех основных направлений развития Алтайского края. Я заявился в качестве кандидата, поэтому рассчитываю на поддержку жителей Алтайского края. Также Томенко дал сведения о трёх кандидатах, один из которых в случае победы на выборах займёт сенаторское кресло. В списке экс-глава региона Александр Карлин, действующий сенатор Михаил Щезинин и в Рио первого вице-губернатора края Александр Лукьянов. Владимир Семёнов, выдвиженец от ЛДПР, подоспел следом за Томенко. В его сенаторском списке депутаты АКЗС Евгения Боровикова и Ирина Шудра, депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин. В копилке Семёнова также, как и у его соперника, 560 подписей местных депутатов. Правда, отметил политик, их сбор дался с большим трудом. «Собрать 560 подписей – это архисложная задача в Алтайском крае». «Вы это сделали?» «Да, подписи собраны. Я надеюсь, что буду зарегистрирована в качестве кандидата. И как только это произойдёт, приступлю к агитации. Будем ставить задачу на победу». И ещё один. Третий кандидат на пост губернатора сегодня прибыла в Крайсберком. Число подписей в поддержку Людмилы Суслова от «Справедливой России» не меньше, чем у выдвиженцев мужчин. 560 голосов. В Совет Федерации предложены депутат АКЗС Александр Молотов, учительница Елена Афанасьева и депутат Гордумы Бийской Елена Речкова. «Это первый мой опыт подачи документов на такой высокий уровень выборов на пост губернатора Алтайского края. Сказать, какие прогнозы, пока сложно. Только начали мы работать». Завтра Крайсберком планирует посетить и политик Андрей Крылов от партии «Роста». Придут ли ещё два выдвиженца – «Яблочник Виктор Рау» и журналист Сергей Сущевский – неясно. Время на подачу документов истекает 28 июля в 18 часов. Затем ещё в течение 10 дней Крайсберком может проверять полученные сведения и только после этого официально регистрировать кандидатов на выборы. Кто из них продолжит предвыборную гонку, станет известно не позднее 7 августа. Валентина Скирова, Анастасия Бертенёва, Павел Лаурнин. Наши новости.